Сегодня я хочу рассказать о кого-то и научить, как сделать в домашних условиях колбасу из мяса кролика. Я не буду использовать коптильные шкафы, шприц для набивки мяса и прочее специализированное оборудование. Все будет очень просто, доступно и в конечном итоге вкусно. Делать все будем чисто из крольчатины. Берем мясо кролика, добавляем туда немного внутреннего кроличьего жира и перекручиваем на мясорубке на крупной решетке. Я перекручиваю всегда на крупной решетке, но только из-за того, что мне это нравится. Можно также перекручивать на средней, мелкой решетке, на вкус это влиять не будет. Душистый перец я всегда перемалываю сам, так как я считаю он дает очень тонкий аромат. И все те ингредиенты, которые я сейчас вложу, я потом опишу, оставлю в описании к видео. Разложу на 8 килограмм мяса, которое я делаю, а там уже можно посчитать на килограмм кому нужно. А словами скажу, какие вообще ингредиенты я использую. Это соль простая, соль нитритная, перец черный молотый, душистый перец, кардамон, сухой чеснок, сахар, сухое молоко и вода ледяная. Сухое молоко я использую для того, чтобы в процессе изготовления, приготовления, избежать бульонного отека. Можно использовать фосфаты, но фосфаты я не использую. Хочу еще акцентировать ваше внимание, что в процессе я использую нитритную соль, а нитритная соль идет разного процентного содержания. Поэтому после того, как вы ее купите, на упаковке всегда будет написано, сколько грамм нужно использовать для добавления в колбасу. Потом все ингредиенты я засыпаю в одну тарелочку и все тщательно перемешиваю. Затем всю эту смесь я добавляю в фарш, перемешиваю. Затем добавляю ледяную воду со льдом прям. Потом уже тщательно все перемешиваю в течение 5-10 минут. Фарш перемешиваем до такой степени, чтобы он стал как бы клейкий, держится вот на руке и не падает. После этого можно в какую-то емкость это все собрать и убрать все в холодильник от 8 до 24 часов. Затем берем натуральную свиную оболочку. Можно взять любого диаметра. Здесь у меня потоньше, где-то 35-36 миллиметров, но лучше всего брать, я думаю, будет удобнее, там 44-46 миллиметров в этих размерах. А для набивки мы используем мясорубку электрическую. Эти насадки идут даже в комплекте. Но у кого даже если нет электрической мясорубки, с таким же именно способом можно использовать и просто ручную механическую мясорубку. И также ей можно набить колбасу. Завязываю специальной кондитерской ниткой, что кондитерскую нитку, что вот эту натуральную свиную оболочку. Все это выписываю в интернете. Буквально за 2-3 дня она приходит, никаких проблем сейчас с этим нет. Стараюсь набивать потуже, но особо усердствовать не надо, так как оболочка довольно-таки нежная и может просто порваться. Вот у меня и получились колбасные полуфабрикаты. Я потом беру иголочку, либо зубочистку деревянную и в нескольких местах ее прокалываю. Потому что при дальнейшей готовке, если образуется лишний воздух, он выйдет через эти проколы. Потом закладываем все это в духовку. Можно подвесить или положить. Главное, чтобы колбаса между собой не соприкасалась. Включаем конвекцию и выставляем на температуру 80-85 градусов. Запекаем в духовке 2,5 часа. Либо измеряем термометром. После того, как внутренняя температура колбасы достигнет 70 градусов, выключаем. Она готова. После духовки колбасу можно куда-нибудь подвесить, чтобы она немного отвиселась и подсохла. А после этого убрать в холодильник. Хранить ее можно в холодильнике в бумаге 5-7 дней. Можно даже засунуть в морозильник или ее вакуумировать. Ну все, колбаса у нас готова. Будем снимать пробу. Вот такая колбаска у нас получилась. Колбаса плотная очень. Сейчас мы будем снимать пробу. Получилось очень вкусно. Рекомендую такую колбасу делать в домашних условиях. Будете всегда еще со своей колбасой. Продолжение следует. Продолжение следует...